Сегодня начался официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Молдову. Самолет главы государства после полудня вылетел из национального аэропорта Минск. Белорусский лидер сегодня встретится со своим коллегой Николаем Тимофти. Кроме беседы с президентом Молдовы у Александра Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром Юрием Лянке и председателем парламента Игорем Корманом. Высокопоставленные лица обсудят вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и региональную ситуацию. О том, что связывает Минск и Кишинев в репортаже Илоны Красуцкой. Беларусь-Молдова. Новый этап сотрудничества. На интерпретацию подобных заголовков сегодня рассчитывают ведущие мировые информагентства. А повод для ожидания действительно весомый. Сегодня в столице Молдовы, Кишиневе, президент Беларуси Александр Лукашенко встретится со своим коллегой Николаем Тимофти. Для начала стороны побеседуют, как принято тет-а-тет, затем в расширенном формате. Но, согласно плану, не обделят вниманием президента и представителей средств массовой информации. После переговоров Александр Лукашенко и Николай Тимофти сделают заявление для прессы. О том, что Молдова важный торгово-экономический партнер Беларуси, это не просто голословный факт. Сама за себя говорит статистика. По итогам прошлого года страна заняла 15-е место в мире по объему белорусского экспорта. И четвертое по объему товарооборота среди стран СНГ после России, Украины и Казахстана. В Молдове работают более 35 тысяч тракторов «Беларусь». Впрочем, молдавскому потребителю хорошо знакомый вкус нашей молочной продукции. А в домах верным помощником служит белорусская бытовая техника. В свою очередь, наша страна последние несколько лет занимает первое место по поставкам винодельческой продукции из Молдовы. А это более четверти всего молдавского экспорта вина. В общей же сложности взаимный товарооборот между странами в прошлом году достиг 350 миллионов долларов. Но, судя по всему, эту цифру ожидает серьезная прибавка. Это уже второй официальный визит Александра Лукашенко в Молдову. Но кроме высшего уровня, активировано сотрудничество также на уровне парламентов и правительств. Договорно-правовая база между странами насчитывает более 60 международных договоров. Уже завтра у Александра Лукашенко состоятся переговоры с председателем парламента Игорем Корманом, а также лидерами парламентских фракций. После Александр Лукашенко проведет переговоры с Юрием Лянке, главой правительства Молдовы. Илона Красуцкая, Юрий Тихонович, агентствователь новостей. Сегодня в Кишиневе обсуждали перспективы белорусского бизнеса в связи с подписанием Молдовой договора об ассоциации с ЕС. Перед официальным визитом президента Беларуси в столицу Молдовы прилетела белорусская бизнес-миссия. В первой половине дня во Дворце Республики 40 директоров крупных предприятий без посредников договаривались о продвижении товаров и услуг на рынке своих стран. Наилучшие перспективы у белорусских промышленников. Амкадор, Штадлер и МТЗ в Кишиневе говорили о кооперации предметно. До конца года Молдова подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, установит зону свободной торговли с Турцией. Возможностями 600-миллионного рынка Молдова готова поделиться с Белоруссией. Именно эта тема соглашения Молдовы-СИЕС и будет рассматриваться на форуме. В первую очередь это касается Амкадора, касается тракторного завода, касается Коммунмаши. В случае локализации белорусской продукции, частичной локализации здесь, открывается перспектива выхода не только на молдавский рынок, а на соседние страны, на Румынию, Болгарию, на страны Балканского региона. Сертификаты молдавского происхождения дают право этим товарам продвигаться новые рынки. У нас уже есть пример нормальной промышленной кооперации, когда, скажем, мы уже наладили выпуск тракторов, произведенных в Республике Молдова, с импортируемыми из Белоруссии тракторокомплектами. То есть это просто маленький пример. На самом деле, я думаю, что для промышленной кооперации, для производства, для белорусского капитала, для белорусских технологий и, скажем так, предоставив нашу молдавскую площадку, мы можем активно производить вместе, опять же говорю, вместе в кооперации и осваивать новые рынки. И то же самое работает в обратном направлении. По итогам Белорусско-молдавского бизнес-форума стороны подписали ряд контрактов и соглашений. В частности, готовность увеличить объемы поставок городской пассажирской техники в Молдову подтвердил Штадлер Минск.